Чем занимался будущий главный раввин Израиля, рабостроил мэр Ляу во время войны Йом-Кипура? Как известно, в отличие от шестидневной войны, когда на Израиль нападают в Йом-Кипур самый святой день, большинство страны постятся. Страна не подготовлена к этому и есть огромное количество потерь. Рафляу в это тяжелое время, в этот момент, он день и ночь ходит из одной больницы в другую, чтобы помочь тем солдатам, тем раненым, их мотивировать, помочь в этой тяжелой ситуации, их семьям. В одной из больниц, где он находится, слышно с любого угла страшные крики. Когда он заходит в палату, откуда сдаётся этот крик, он видит, что там лежит танкист, этот солдат, он потерпел страшные, он страдает от страшных ожогов. Своего тело чёрное, его мама лежит вместе с ним там, и он просто кричит и кричит. Сколько мне давали морфия, ничего не помогает, он, эта боль, она невыносима. Он старается поговорить с ним, но эта агония, это ничего не может его успокоить. Через некоторое время он выходит и идёт дальше по другим палатам, но эти крики, эти страшные крики, они раздаются по всему, всем коридорам, даже на другом этаже. В один момент Рафляу понимает, что больше нету криков, тишина. И он боится, что произошло самое страшное. Если нету криков, значит, возможно, нету того, кто кричит. Он спускается вниз, он бежит в ту палату, он заходит и, к самому удивлению, он видит, что на самом деле мама солдата вместе с ним, и он заснул, он спокойно дышит, он отдыхает. И в этот момент он обращается к маме и спрашивает, как она добилась того, чтобы он заснул, как ей удалось его успокоить. И мама объясняет, что я всё это время искала на его теле хоть одно место, где всё ещё есть какая-то, какая-то кожа ещё осталась, там нет ожогов. Наконец-то мне удалось найти маленькое место, и я начал его гладить. Начал его гладить, и потихоньку он успокоился, и он заснул. Часто у нас бывает такое чувство, что я настолько погрязг в грехе, настолько низко опустился, что у меня не осталось ни одного кусочка, ни одного чистого части моего тела и души. Как в этой истории этот солдат был полностью покрыт ожогами? Его ситуация выглядела безнадёжно. Но так же, как там, мы должны помнить, мы должны знать, что у каждого из нас есть часть души, которая полностью чиста. Это специальная святость, которую дал нам Творец, которая у каждого у нас есть. Нам нужно её найти, нам нужно её открыть, и этим мы сможем исправить всё остальное. Успеха! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»